Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова В основном озабоченным вопросом, как русскому традиционному человеку, переехавшему из деревни в город, выжить в городе, где есть евреи. Это был их ключевой момент, который опирался на социальные проблемы 20-60-х годов, когда в городах крестьянские парни и девушки конкурировали из русско-украинской деревни, конкурировали с евреями, которые тоже переехали в те же города. И поэтому, начиная от бытовых конфликтных коммуналок, заканчивая редакционными конфликтами, все время вот эта тема сквозила. Но у Путина и Медведева этого нет. Более того, Медведев сам по происхождению в значительной степени еврей. Поэтому здесь какой-то другой национализм. Я как раз попытался разобраться с этим. И мне кажется, я могу утверждать, что традиционный русский национализм, как вот синавкопский, этнический и ориентированный на защиту русских внутри России, он, собственно, не имеет отношения ко всему того, чего мы видим в Украине. Вот это вот, да, очень интересно, потому что о специфическом национализме Путина поговорим во второй части. А вот в этой части мне хотелось понять, что произошло с черносотинным национализмом. Потому что я как бы, мы с вами примерно одного поколения, росли вместе с эпохой. Я помню, как, так сказать, сменялись вот эти страхи. Был Дмитрий Васильев со своими чернорубашечниками. Да, потом он сменился с памятью. Потом он сменился баркашовцами с РНЕ. Сбоку где-то, значит, Лимонов со своим таким национал-социализмом, национал-большевизмом начинался. Было вот это вот движение «Русские марши». Было движение против нелегальной эмиграции. И вот этот извод, черносотенный этнический национальный извод русского национализма, я его почему-то не вижу в этой войне. Что с ним случилось? Он был эффективно маргинализован? Он выродился в мизантропик-дивижен, если говорить кратко. То есть, как бы этот русский национализм был все время в оппозиции, собственно, как бы сначала советскому, потом российскому государству, как мультиэтническому государству. То есть, он был в оппозиции, де-факто, имперской идеи. За исключением НБП, которое не имело почти никаких связей с традиционным русским национализмом. Хотя Дугин участвовал в создании, и Дугин выходит из, условно говоря, русской партии. Но НБП, мы о нем поговорим отдельно. А традиционные черносотенцы, они правильно описали их эволюцию. То есть, из условной русской партии родилась память, из памяти РНЕ Баркашова. Из РНЕ Баркашова после раскола целая группа организаций, в том числе, там, Славянский союз Демуркина. Из Славянского союза более радикальные форматы нацистских организаций. БОРН, да, там, по-моему, была боевая организация русских националистов. Да, да, да. Вот, то есть, люди, которые начали просто уже носить с собой ножи, как бы, в карманах и резать при случае мигрантов. Вот. И из них, так сказать, да, это уже были организации сторонников белой расы, в первую очередь, нежели, собственно, русских националистов. И к обычным русским они крайне призывательно относились и убивали довольно много этнических русских по разным поводам. Вот. А из этого всего, как бы, после того, как государство начало их систематически давить, ну, где-то, начиная с 2009 года, да, после убийства Маркелова с Бабуриной и других в Манежке, там, и прочих событий, вот, из них уже выродилась молодежная субкультура, культура чисто, вот, белой расы, вообще, так сказать, к русской этничности не привязанная. А сейчас, как бы, следующая интеракция этого, это движение, типа, вот, Мизантропик Дивижн, которое просто интернациональное движение ненависти, просто веселого убийства и все прочее. Эти организации очень, где-то с середины, даже с начала 2000-х, ну, точно с середины 2000-х годов были очень честно связаны с украинскими ультраправами, вот, и поскольку в Украине для ультраправов гораздо больше свободы и политического какого-то успеха и возможности реально взять в руки оружие, так что уже вот те же члены Борна скрывались в Украине, да, то есть это еще вторая половина 2000-х годов. Интересно. Я читал у вас в ваших обзорах, в том числе, что даже вот это вот такое хардкорные русские националисты, они Крым не приняли, они аннексию Крыма не приняли, они были в оппозиции. Ну, скажем так, для них это, как бы, не был принципиальный вопрос, вот, то есть для них принципиальный вопрос – это вопрос миграции, то есть их сосуществования с людьми другой этнической культуры, да, и насколько массовый этот приход другой этнической культуры, но это, как бы, их формально-идеологическое, как бы, мотто, вот, а на самом деле мотто у них, как бы, они в какой-то момент стали клубом убийц. Ну, в общем, что интересно, мне кажется, что их зачистили еще, чекисты их зачистили чуть не раньше либералов, как бы, вот, вот, скажите. Да, в целом, да, но потому что они начали нести непосредственную опасность уже для государственных учреждений, то есть там убивать федеральных судей, судебных экспертов, вот, там, Станислав Маркелов, да, брат, как бы, вице-спикера федерального собрания, вот, ну и прочее, так сказать, это самое, то есть они уже начали, как-то, покушаться на святое. На основу государственности, да. На основу государственности, вот. Поэтому, как бы, с ними заигрывали долгое время, и они ходили в администрацию президента, да, то есть с ними, так сказать, вполне, как бы, имели контакты. Но вот, как бы, убийство Маркелова стало той чертой, после которого подобные контакты администрации президента, Сурковская тогда начала резко сокращать. Хорошо, а в нынешнюю войну что-то из этого перетекло, или это уже совершенно другой, так сказать, брид, совершенно другая порода националистов и имперцев? Ну, перетекло в том плане, что вот эти вот хардкорные русские националисты, они в итоге сбежали, значительная часть, в Украину, теперь воюют со стороны Украины с Россией. Вот. И другая, видимо, меньшая часть, она пошла воевать еще в 2014 году за Донбасс, то есть часть, некоторые из людей по делу Борна, так сказать, там фигурировали, а другие воевали с другой стороны линии фронта. Вот. Мельчаков, известный питерский, ноонацист, который пошел воевать. Вот. Короче говоря, так сказать, они себя нашли в этом плане, но, естественно, не являются главными заводилами. Нынешняя война целиком выросла из идеологии, которую громко озвучивал МВП, вот, и Жириновский, а реально является идеологией советских, а потом российских милитаристов. То есть это, как бы, идеология, свойственная для, скажем так, частей особого назначения в Советской Армии, то есть всякие спецназы, вот, морская пехота, пограничники и все прочее. То есть идеология, объясняющая, почему вот данные парни в основном из провинции с большими кулаками, которых вовлекли не в банды, но в спортивные секции, там, кулачного боя или, так сказать, борьбы, и потом отправили в эти спецназы, почему они должны, вот, как бы, корячиться больше, чем обычные солдаты, и умирать, и быть готовым в любой момент умереть за государство. Это идея обороны, как бы, рубежей Родины. Звучит очень топорно, но это, как бы, действительно то, что люди разделяют, во что верят. Вот есть священные рубежи нашей Родины, их надо оборонять. И это дает им право на различные, в первую очередь, социальные блага, но также на возможность, как бы, кулаком учить, или дубинкой, или чем там попадется под руку, учить людей внутри страны, как бы, что такое государство, что такое, как понимать нам, зачем мы живем, и все прочее. И этих людей охотно после вот этих всех спецназов брали в первую очередь милицию и КГБ. То есть КГБ формировал... Интересный поворот, да. То есть здесь вы говорите, что это происхождение, скорее, даже такое корпоративное, что внутри силового сословия существует особая корпоративная каста, да, с этой идеологией, которую, условно говоря, дали в руки Томик Ильина, идеологию евразийства, и из этого вырос русский мир. Нет, у меня Ильина – это, как бы, очень позднее влияние, то, что спецрайтеры вписывают благополучно в речи Путина, да, там, у кого-то стоит там на полке этот Томик и дописывают. Вот. Нет, это идеология, которая формировалась, условно говоря, вещами, там, Ивана Шевцова, бывшего пограничника, да, вот этого вот Тляева известная и все прочее, что за рубежом любой иностранец, приезжающий в Россию, – это шпион, вот, что внутренние мигранты, они все, как бы, связаны с этими… внутренние мигранты, оппозиционеры, диссиденты, они все связаны со шпионами, находятся на их содержании, вот, и что, как бы, мечта всех этих людей – развалить наши священные границы, так сказать, чтобы нас там поработить, завоевать. Это очень тупо все звучит, вот, очень примитивно, но это вот все, на чем вырос, собственно, как бы, идеологический путинизм. А до Путина это все декларировало, декларировало Рижский ОМОН, да, то есть, Числов Мойник, вот, и эта идеология имеет достаточно массовую группу поддержки, это не только вот эти вот бывшие военнослужащие спецвойск, а их много реально, и ветеранов этого много. И, главное, ими пронизано, на них основана вся правоохранительная система. Вот, но также так называемые приграничные русские. То есть, это люди из имперского центра, возможно, они сами этнически не русские. Вот, очень много там украинцев, например, живущих на Дальнем Востоке, да, этнические украинцы, живущие на Дальнем Востоке, вполне себя считающими русскими представителями России, которые на Дальнем Востоке, живя там Пелялес, являются форпостом России, несут особое служение, а значит, имеют особые льготы. Ну да, фронтирные, фронтирные опричники такие. Да, 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 да. И вот приезжает Жириновский, и там получает там в 90-е годы, как бы, голоса всего Дальнего Востока. Да, ему же огромный процент всегда был, да, на Дальнем Востоке. В самом деле, да, и вот этот, действительно, вы говорите, интересный феномен рижского ОМОНа, особенно когда я здесь, это я из Риги делаю, эта история вся, так сказать, воскресает и со стороны силового компонента, и со стороны вот этих вот, так скажем, фронтирных русских. Очень интересная мысль. Мы продолжим наш разговор с Николаем Митрохиным буквально через мгновение. Программа «Археология. Специальное интервью» говорим сегодня с Николаем Митрохиным, научным сотрудником Центра изучения Восточной Европы Бременского университета, специалистом по российскому, по русской партии, по российскому правому движению. И в том числе пытаемся понять, в чем истоки нынешней войны с идеологической точки зрения. Кто те люди, которые в том числе приходят с кувалдой в дома российских граждан. Николай, да, вот как раз вот этот вопрос кувалдой. То, о чем вы говорите, вот эта вот идеология спецназа плюс идеология вот этих вот пограничных, приграничных русских, это, собственно, вот те ОМОНовцы, да, которые вот в московские клубы заходят с кувалдой. Это же ведь не какой, это ведь идеологические со стороны их, да, это чисто такой жест, я бы сказал, веры. То идеология, в которую они верят, когда они приходят громить московские клубы. Ну да, тем более, что, как мы хорошо знаем, часть киевского Беркута взята в московский ОМОН напрямую. А я нашел, что Путин еще в 92-м году приглашал рижский ОМОН после уже окончания кампании в предминистровье, так сказать, он через Сокчака приглашал в Питер. И они, ну, в ОМОН они там не устроились, видимо, слишком было бедно, но, как бы, они при помощи Путина, собственно, как бы, вполне себе пристроились в Питере. А белорусские КГБ из той же серии, да? Белорусские КГБ из той же серии – это один из наиболее тяжелых случаев. Это Марина Горка, это десантники, ГРУшники из Мариной Горки. Это даже на фоне, собственно, как бы Чеслух Мойник получал свое воспитание спецназовское там, по-моему. Чеслух Мойник – это поляк из Литвы, да, и поляки там в оппозиции к литовцам, да, исторической. Вот. И вот эти вот, как бы, люди, проходящие через Марину Горку, ну, по моим свидетельствам, которые имеют, наиболее жестокая часть из них… Это база подготовки спецназа в Белоруссии? ГРУ, да. Вот, это самое. И, ну, это вот просто тяжелый случай, да? Вот. А поскольку стратегия Лукашенко, собственно, состоит в том, чтобы ставить на ключевые позиции в государстве бывших военных, вот, то каждый, условно говоря, деревенский парень большого размера, который попадает в эту Марину Горку спецназовцам, он знает, что имеет хорошие шансы закончить свою карьеру директором фабрики, да, условно говоря. Вот. Если он, как бы, послужит там, потом послужит, значит, в КГБ или там в президентском полку, или где-то, как бы, в силовых структурах, то годам к сорока вот его, такого всего, как бы, пронизанного идеологии поставят большим начальником. Вот. И это, как бы, лукашенковский действующий механизм, который является вариантом той самой практики, которая существует в России, ну, в основном в правоохранительной сфере. Хотя Путин пытался этих же людей ставить там губернаторами. Ну, Дюмин тот же, да. Да, да, да. Ну, я так понимаю, ну, их несколько таких поставили, но я так понимаю, что дело не особо пошло, поскольку все-таки быть губернатором надо иметь немножко другие качества, чем быть спецназовцем. Вот. Это самое, кирпичи об голову ломать больше не надо, так сказать, вот. Но это самое. Но, в принципе, вот, как бы, Путин опирается в своей вот системе, которую он выстроил, в системе власти, именно на этих самых, условно говоря, представителей бывших спецназов, погранцов, морпехов и прочих спецвоистов. В общем, это какой-то другой национализм, не тот, о котором мы говорили в первой части, да. Это уже национализм границы, да, национализм государства. Это как бы псы государевые, условно говоря. Это российский милитаризм, если так, как бы, совсем коротко, да. То есть, или милитарный русский национализм, как я его называю. То есть, национализм российских военных. Вот. И надо сказать, что приобщение к нему – это приобщение в армии. Вот тот же самый Мельчаков был таким типичным неонацистским подростком, который там щенков резал, фотографии этого размещал. Потом он пошел в армию. И куда он попал? Он попал в спецназ, как раз ГРУ, в Псковскую десантную дивизию. Вот. И после этого он выходит из этой дивизии вполне себе государственником, что называется. И воюет на стороне, как бы, России, на Донбассе. Вот. А, условно говоря, другие питерские неонации, они побежали, как бы, в эмиграцию, которые не попали в армию. И в эмиграции, из-за эмиграции они сейчас воюют, условно говоря, на стороне Украины. Или поддерживают, во всяком случае. Ну, то есть, да, вот эти вот источники – это военная среда, окраинные русские, другой – государственный национализм. Хорошо. Тогда такой вопрос я хочу шире поставить. Что по итогам вообще путинского 20-летия, пока что, 20-ти, там уже, трехлетия, по итогам этой войны, в очередной раз империя задавила русскую нацию. У русской нации нет шанса на самореализацию, на формирование, не знаю, политической нации, я уж не говорю, национального государства, этнического, гражданского. То есть, опять в России государство превыше всего. Государство задавило русский проект. Ну, честно говоря, я не уверен, что русские националисты выражают интересы русских. Начнем с этого. То есть, уровень их электоральной поддержки всегда был полпроцента. То есть, когда эти выборы проводились, там, 93-96 год, так сказать, они всегда набирали сильно меньше проходного, как бы, барьера. А как же электорат Жириновского? Как же вот эти вот 15 в пределе, там, 23-25 процентов Жириновского? И это не то? Ну, во-первых, так сказать, как мы уже говорили, Жириновский в первую очередь опирался на пограничных русских, так называемых. Да, так сказать. И, ложем, кто его был, он за русских, за бедных. То есть, там, это самое... То есть, это не был, собственно, как бы русский проект, как проект этнических русских, желающих организовать свое государство. Вот это вот, как бы, маргинальная страта русских, она, как бы, которые всего боятся и, как бы, хотели бы замкнуться в пределах, я не знаю, там, московского княжества, так сказать, условно говоря. Вот. Но он не работает. Есть второй проект, который, как бы, проект России в границах русского этноса, вот, как с регионами, где побольше русских. Проект, как бы, сам по себе электоральный, вот это он близок к Жириновску. Ну, опять же, там, Жириновский на пике 25%, по-моему, набирал. Ну, да, 23, да, в те выборы преснопамятные 93-го года, когда Россия это одурела, по-моему, там 23% было. Вот. Таким образом, собственно, в России нет запроса на, как бы, государство этнических русских. Вот. Там можно тот проект расценивать, другой проект. Ну, как бы, усреднённый россиянин, он вполне, ну, во-первых, он европейский, да, проевропейский. Вот. И низовая европеизация в России продолжается, так сказать, идёт достаточно активно, даже несмотря на войну, но, как бы, до неё, вот, например, те 8 лет она шла активно. Вот. И, соответственно, как бы для рядового россиянина, условно говоря, вот этот облик той самой чиновничьей России и даже той самой полицейской России вполне, как бы, соответствует его, ну, собственно, электоральным ожиданиям. То мы можем увидеть с 90-х годов на фоне успеха, там, тех же партий начальства, да, Терномырзинского нашего дома России или, так сказать, Отечества вся России, Лужкова. Вот эти вот, как бы, в условиях свободных выборов, в общем и целом, побеждали партии умеренного и умеренно-прогрессистского начальства. Вот это можно и оценивать как, собственно, то, что, видимо, условно говоря, надо россиянам, да, так сказать. В условиях политической конкуренции именно эти проекты получали более-менее большинство. А имперский проект? Границы России не кончаются нигде. Ну, вот та поддержка, собственно, она стихийная, она довольно эмоциональная, та поддержка, которую сейчас получает война, идея войны, идея, ну, даже русского мира, помощи русским в Украине и так далее. Это все-таки не внутреннее? Тут нет ли какого-то более широкого политического запроса, который был актуализирован этой войной? Ну, мы и у вас в передаче в том числе не раз говорили, что я считаю, что реально поддержка войны, суть пожалоба, во всяком случае, русских националистов в России, не больше 10-15%. То есть вот из последних роликов, когда в Татарстане учительница бегает перед школьниками и требует, чтобы они там кулаки к небу поднимали под песню шамана, она же кричит, ну, чего так мало патриотов-то? Я не вижу, где патриоты, там по третьему заходу требуют. Вы что там, не русские, что ли, не граждане России? Соответственно, как бы, и это относительно много там зависимых от нее детей в этом самом шоу загнанное в одно помещение участвует. А в реальной ситуации, ну, вот все пишут, что как бы за исключением вот ряда приграничных регионов, типа там Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, собственно, как бы везде пропала символика звуковой «З», во всяком случае частная. Людям бьют окна в автомобилях просто, в таких количествах, что они сейчас клеят наклейки, там, типа, разобьете мне окно «З», позвоню Кадырову, да, так сказать. Это единственный аргумент, который есть. Вот это вот, или вот там ОМОНовцев вызвать с кувалдами, или еще что-то. Вот, то есть все это держится напрямую, то есть видимость поддержки держится только напрямую государственному насилию. Вот, плюс есть некий слой энтузиастов, но он как бы, ну вот, он в пределах там того процента, который голосовал, в свою очередь, за партию «Родина». Партия «Родина» – это тоже партия десантников, там основной состав, ну, вот если посмотреть их списки, это генералы, генералитет десантных войск там был, помимо Рогозина. Вот, это самое. И, как бы, сам Рогозин вышел из Конгресса русских общин, который был создан для мобилизации как раз вот этих приграничных русских. Вот, то есть за пределы вот этих там, не знаю, сколько они собрали, 15 или 17 процентов тогда, или 12. Вот, за пределы вот этого процента, собственно, процент поддержки России как имперского проекта не выходит в Россию. Понятно. Ну что же, Николай, разговор получился в духе того самого разговора на патриарших прудах. Чего не хватишься, ничего у вас нету. Последней надежды лишаете. И русского национализма, по сути, тоже нету в этой войне. Ни того этнического национализма, ни русских имперцев, оказалось. И если за вычетом всех вот этих симулякров остается война, как голая чистая идея государства, границ государства и голого чистого насилия. С нами в передаче был Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета, колумнист издания «Репаблик». Мы продолжаем следить за истоками российской идеологии и всего того дискурса насилия, который проявляется в виде этой войны. Программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова